Огромный привет и рада видеть вас на своем канале. Кто в первый раз зашел ко мне на страничку, мой никнейм Ванила Мария пишется с тремя буквами L и без пробела. Сегодня мое видео будет посвящено последним покупкам одежды, обуви, аксессуаров. Я вам покажу за последние полгода все свои покупки, покажу только то, что актуально именно на нынешний сезон, потому что смысла, наверное, не очень много показывали вам летние легкие платья, потиновые юбки, потому что все это никто сейчас не будет покупать и летом, скорее всего, это уже будет тоже не очень актуально, хотя не знаю. Поэтому, если вам интересно, что за последнее время из одежды, обуви, аксессуаров приобрела я, то оставайтесь со мной, желаю вам приятного просмотра. Начать бы мне хотелось наконец-таки долгожданного приобретения для меня, я наконец-таки себе приобрела кошелек. Очень давно я хотела приобрести кошелек именно такой большой, который можно будет использовать как клатч в том числе и обязательно вот такой вот формы и обязательно на молнии. Я нашла этот кошелек наконец-таки в Риге, в Гесс. Мне очень понравился, конечно, кошелек, мне очень понравилась его вот эта вот блестящая структура. Я, в принципе, не фанат черного цвета в аксессуарах, я очень люблю черную одежду, но я очень люблю сумки, кошельки, все это черного цвета, но в итоге за счет того, что он не выглядит как-то обыденно. Он, несмотря на то, что он в черном цвете, выглядит очень-очень круто, очень стильно. Также у него здесь молния, большое количество отделений. Мне нравится, очень нравится, очень нравится качество исполнения. Это Гесс, в принципе. У них бывает, конечно, вот именно я в России заметила почему-то, что в Гесс бывают неровные молнии, неровные швы, еще что-то в этом роде. Здесь все это вообще идеально выполнено. Также к нему идет ремешок вот такой, который можно сюда к бегунку присобачить. Вот так это все выглядит, и вы можете использовать данный кошелек как клатч. Очень удобный, очень классный, большой. Я давно искала на себе большой кошелек. Круто смотрится. Очень качественный. Взяла я со скидкой уже, это были скидки. И я взяла в два раза дешевле, чем он стоит в России. Даже больше, чем в два раза. Не поленитесь, посмотрите на Wildberries, я вам ссылку оставлю на Wildberries, сколько он стоит там. Я взяла за 40 евро. И делайте свои выводы насчет наших интернет-магазинов, насчет наших скидок. И вообще, собственно, я как-то передумала покупать брендовые вещи у нас в России. Следующее, что я приобрела, это были туфли. Туфли я приобрела, как ни странно, в каре. Это бренд Pierre Carden. Абсолютно натуральная кожа. Вечерние такие туфли, именно на выход. Мне они безумно понравились, несмотря на то, что у них вот такой высокий каблук. Они безумно удобные. У них реально удобная колодка. И у них такой достаточно провокационный вырез. То есть они очень открытые. При этом здесь сделана удобная пяточка. Здесь резиночка, которая фиксирует вашу пятку. И не дает ноге выскочить либо влево, либо вправо. И не дает вам поднимать ногу. Очень удобные туфли. Очень круто смотрятся именно в сапше. Очень богато. И стоят... Стоили они бюджетно. Я, если найду ссылку на каре, именно на сайт, обязательно вам скину тоже. Крутые туфли. Очень классно смотрятся. Также я себе приобрела относительно недавно сапоги. Пока их не одевала. Поэтому по поводу удобства ничего не могу сказать. Это бренд Респект. Темно-синие такие сапожки. Абсолютно классические. У них круглый носик. У них небольшой каблучок, порядка 5 сантиметров. Наборный каблучок. Что немаловажно. Очень качественный. Не пластиковый, а именно такой классический наборный каблучок. И также у них вот такие вот здесь протекторы. Это видно, что не будет скользить ноги. Также хочу сказать по поводу девчонки. Если у вас такая же проблема, как у меня. У меня маленькая нога. У меня 36 размер. Сапожки я взяла в 37. У меня 36 размера нога. И у меня достаточно большое голенище. Мне необходимо. И на 36 размер, на 37 даже размер не все фирмы. То есть Италия сразу отпадает. А любые итальянские сапоги они на мне не сядут. Потому что они делают очень узкое голенище. Очень мало брендов, которые делают действительно подходящее голенище сапог. И как раз таки в бренде Респект подходит мне голенище. Даже на самую мою отекшую ногу идеально садится их голенище. Поэтому если у вас тоже такая проблема, то есть относительно небольшая ножка и достаточно мощная мышца, накачанная. Либо если у вас в принципе достаточно плотненькие ноги сапоги, где можно найти, которые будут подходить, которые будут комфортно садиться на вашу голень. Это как раз таки респект. Очень советую. Сапоги круто смотрятся, но пока не носила. Тоже замша. Кстати говоря, я очень люблю замшу. Мне кажется, что замша, она смотрится всегда намного богаче. И при должном уходе она смотрится и носится гораздо лучше, чем обычная кожа. Тем более, чем лакированная кожа. Следующая моя обновка это платье абсолютно классического черного цвета от бренда Oh My. Вот так оно выглядит. В примерке будет более понятно, как оно смотрится. Но оно абсолютно классическое. Сзади у него вот здесь более большой вырез. То есть впереди небольшой вырез лодочка, сзади уже такая на спине более открытая спина. Платье идеально подходит для офиса. Идеально подходит на вечер. Потому что при любом украшении на шею оно сразу становится нарядное. У него натуральный классный состав. Это хлопок с эластаном. Хлопок, по-моему, порядка 97%. Оно комфортное. Оно очень мягкое, приятное к телу. Несмотря на то, что это хлопок, оно очень действительно богато, круто смотрится. То есть хлопок, именно такой трикотажный, он грешит тем, что он неровно прокрашивается. И в одежде это смотрится неопрятно. То есть из него вот майки-алкоголички только шить. Здесь не тот случай. Здесь очень качественная ткань. За счет чего платье смотрится просто бомбезно. Поэтому я сейчас ищу под него украшение. Такое большое массивное украшение, чтобы иметь возможность куда-то в офис его одеть. А потом вечером, допустим, пойти в театр. Надев всего лишь украшение. Поэтому платье очень крутое. Классно смотрится на фигуре. У него есть еще вот такая особенность. Это именно на модели видно и на мне тоже будет видно, что у него достаточно свободно, но в области талии. Но мне кажется, что как раз таки на моей фигуре то, что оно свободно достаточно в области талии, это только плюс этому платью. Потому что у меня очень узкая талия и при этом у меня достаточно широкие бедра. Поэтому если бы оно было прям по фигуре везде, оно бы смотрелось немного хуже. Оно сделало бы слишком широкие бедра. А так оно смотрится очень гармонично на моей фигуре. Платье классно, очень советую. Как раз таки в бренде Oh My у них очень много базовых вещей. То есть и платье вот это черное, я считаю, что достаточно классный элемент базового гардероба. Оно с одной стороны очень простое и лаконичное, с другой стороны у меня есть какая-то изюминка. И оно круто смотрится на фигуре. В принципе, концепция бренда, что они шьют очень простые лаконичные вещи из натуральных тканей, каждый из которых имеет свою конкретную изюминку. Поэтому очень советую посмотреть, посетить их сайт. Возможно, вы найдете для себя что-то интересное. Следующее, о чем я вам расскажу, это топ, который непосредственно сейчас на мне. Топ из натурального шелка от Massimo Dutti. Он свободный, классный, с очень красивым кружевом. То есть это тот самый случай, где очень дорогое кружево, которое действительно классно смотрится. Топ в бельевом стиле. Было актуально летом, поэтому я красковоскновую его и покупала. Ношу и сейчас в офис, именно под какой-то жакет. Будет очень круто смотреться. Поэтому я бы вам советовала вещи в бельевом стиле не носить отдельно. Просто вот как, допустим, у нас звезды любят одеть какое-то платье в бельевом стиле, которое смотрится как сорочка и больше ничего. По моему мнению скромному, это выглядит странно. Поэтому всегда, когда вы одеваете вещи в бельевом стиле, я вам советую одевать сверху либо жакет, либо какую-то накидку, чтобы как-то уравновесить этот стиль. Мне кажется, это смотрится намного более эффектно и намного более удобоваримо, чем нежели просто вот этот топ без всего. Ну, сейчас я, конечно, тут сижу в одном этом топе, разогольствую, что надо что-то сверху одевать. Но мне просто реально будет жарко, потому что у меня достаточно жарко в комнате, светят осветительные приборы в лицо, поэтому я тут прям зажарюсь в этом топе и в жакете еще сверху. Следующий топ, который у меня есть, он более короткий, такой кроп-топ. Тоже покупала летом, но периодически одеваю и в холодное время года тоже под жакет с высокими брюками. Ничего особенного, это Love Republic, у меня был, по-моему, там самый маленький размер. В общем, ничего такого интересного особенного. Единственное, что у него здесь вот такая интересная молния, при этом она достаточно тяжелая. На этом топе она немного сборит сзади. Также ткань очень приятная, несмотря на то, что это синтетика, поэтому, в принципе, мне чем нравится Love Republic, у них даже синтетика в последнее время, она достаточно приятная и хорошего качества. Следующие брюки также у меня от Love Republic. Это очень красивые классические брюки. У них высокая талия, правильно такая посаженная талия, и также она очень необычная. Она сделана под брюки, которые носят публического фрага. То есть, у них здесь такая полоска, очень интересная отделка. Круто смотрятся, удлиняют ногу. Даже сейчас, несмотря на то, что я очень сильно поправилась, они неплохо вытягивают фигуру. Но прикреплю фотографии на с выпускного, где я была именно в этих брюках. Там они смотрятся просто фантастически. Они именно такие, что вы в этих брюках можете ходить на каждый день в офис. Также в этих брюках вы можете пойти куда-то и на выход с жакетом интересным каким-либо. Потому что брюки смотрятся очень круто. Это также Love Republic. Они из синтетического материала. Я бы присмотрелась к брюкам в Love Republic, потому что мою даже женственную фигуру. Там хорошо садятся брюки. Поэтому, девчонки, обязательно просмотритесь. И цены у них на брючки очень адекватные. Следующие брюки у меня от Mango. Это такие вощеные брючки, джинсы. Купила осенью в Mango. Я думаю, сейчас на скидках можно взять эти брючки. У меня они были в 36-м размере. Это замена моим вощеным брючкам, которые я покупала весной. Точнее, нет, я покупала в прошлый Новый год их. Такие тоже вощеные брюки от Massimo Dutti. Но они немного другого кроя. И поэтому они у меня очень быстро пришли в негодность. Здесь они более высокие. Мне не нужно их так быстро, так много подтягивать периодически. Поэтому я думаю, что они мне прослужат дольше. Но у меня тут другая проблема. Я поправилась. Поэтому они сейчас не очень мне идут. И мне не очень в них комфортно. Поэтому они ждут, наверное, весны, когда я наконец-таки приду в свою адекватную нормальную форму. Прекращу есть на работе огромное количество сладостей. И буду носить эти брючки радостно. Следующая моя блузка куплена финском Lindex. По-моему, да, это Lindex. У нас этих блузчиков вообще не было. Но решил вам показать именно крой такой блузки. Здесь она такая достаточно большая, широкая, висячая. Она из очень приятной к телу ткани такой. С одной стороны, она не плотная, эта ткань. С другой стороны, она очень-очень мягкая, как будто взбитая ткань. Не знаю, как объяснить. В общем, крутая, очень блузка с классным принтом. И мне больше всего нравится вот этот женственный элемент. Здесь можно завязать вот этот бантик. Круто смотрится очень блузка в таком вот сочетании цветов. И поэтому, как вот вариант блузки, я очень-очень советую поискать что-то подобное. Она сама по себе, за счет того, что она сложная в крое, у нее есть вот такой вот декоративный элемент. У нее интересный принт. Она уже сама по себе достаточно самодостаточная. Ее можно носить просто с брючками. Допустим, либо с моими высокими брючками, или даже вот с такими вот вощенными брючками она круто смотрится. И, в общем-то, больше ничего вам и не надо к этой блузке. Следующую блузку я также приобрела в Иматри, Финляндии. Это блузка от бренда Hampton или Captain Republic. Я обязательно найду сайт и прикреплю в инфобокс. Бренд крайне интересный. Это что-то наподобие Tommy Hilfiger. При этом цены более адекватные. Качество вещей просто вообще нереальное. У них также вот это вот именно сочетание темно-синего, красного, таких очень вкусных цветов джинсы. Поэтому очень насыщенные цвета. Поэтому также советую посмотреть в этом бренде. Если вы любите как раз вот этот вот стиль, то будет что найти. А у меня вот такая блузка. Она очень необычная. У нее необычный покрой. У нее широкие такие рукава. Это вискоза. Очень крутая ткань. Очень необычная. Также у нее сзади вот такие вот пуговички. Мне очень понравились вещи этого бренда. Потому что вот даже на фурнитуре у них выбито их название. Очень качественная фурнитура. Все швы просто идеальные. То есть вот такой вот уже бренд. Бренд именно, ну он на порядок выше, чем вот, скажем так, допустим, Бершка та же самая, Страдивариус или что-то вот из этой оперы. Это бренд именно такой очень качественный. Когда вещи все продуманные просто идеально. У них идеальное исполнение. Они вот такие вот в своем стиле таком именно брендовом. Крутая блузка. Мне очень нравится. Она очень необычная. Приведает к себе внимание. Последние две вещи от Манго. Это первый жакет. Я его приобрела, по-моему, еще летом. И носила и летом. Ношу сейчас зимой. Очень круто в стиле Шанель. Он здесь на молнии. Мне очень нравится ткань. Потому что она такая вот надевная. Мне очень нравится вот этот вот именно ненавязчивый рисунок. И при этом вот здесь вот такая бахрома. С одной стороны достаточно стильная очень вещь. Очень строгая. С другой стороны очень женственная. Поэтому всегда этот жакет также привлекает к себе внимание. Он делает ваш образ сразу таким очень элегантным. Красивый жакет. Правда. Вот он стоил в Манго. В российском Манго дорого достаточно. Но я не жалею, что купила его все-таки. Потому что смотрится просто вообще нереально. Последнюю вещь я приобрела также в Манго. Но не в России, а в Рике, в Латвии. Я не знаю, есть ли он в России или нет. Такой вот. Такая вот или такой вот. В общем, это как накидка такая с рукавчиками. Тоже из такой вот очень плотной, навитой ткани. Круто смотрится. Действительно круто смотрится и с платьем. Круто смотрится и с брюками, с блузкой. Очень теплая вещь. Сделана из натурального хлопка. Приятная к телу. У нее не очень длинные рукава. То есть это рукава где-то 7 восьмых. При этом это удобно. Это крайне удобно, если вы работаете в офисе. Потому что я не люблю, когда у меня вот здесь вот в руке волтузится куда-то рукав. По-другому это не назвать. Мне неудобно. Я всегда пытаюсь закатать или еще что-то с этим сделать. Здесь такого эффекта нет. Здесь рукав заканчивается раньше. Она очень круто смотрится. Также у нее вот эта вот бахрома, за счет которой она не такая вот прям строгая, строгая, как у учительницы. В общем, очень вкусная, стильная вещь. И если у вас она есть в вашем манго или есть в интернет-магазине, манго обязательно сейчас на скидках приобретите. Потому что вещь просто вот такая вот, очень стильная. И это все, что я хотела вам сегодня показать. Если вам понравились мои покупки, ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе всех новостей. Также обязательно, если вы подписываетесь на мой канал, ставьте уведомления. Теперь в YouTube, как и в Instagram можно подписаться на уведомления канала. И вам будет сразу приходить уведомление о том, что вышло новое видео на канале. Вы сможете посмотреть его первым. Также обязательно напишите мне в комментариях, нравится ли вам видео о покупках. Хотели вы, чтобы я чаще делала видео о покупках одежды именно. Так как у меня как-то получилось так, что сначала покупок было немного, а потом их было вот куча за последнее время. И уже те покупки, которые были изначально, они стали неактуальны. И как-то вот... В общем и целом, напишите мне, пожалуйста, если вы хотите, чтобы такие видео выходили чаще, чтобы я больше рассказывала о своей одежде. Возможно, вы хотите видео о стиле, тоже напишите, пожалуйста, в комментариях. Если вы хотите именно подборки каких-то аутфитов моих или еще что-то в этом роде, тоже обязательно пишите. Напишите, что из тех вещей, которые я вам показала, вы бы себе выбрали, что из таких вещей вы бы носили, что вам больше всего понравилось. И все, всех вас люблю, целую. До скорой встречи в следующих видео. Пока-пока-пока.